До окончания розыгрыша пяти батл пассов осталось уже совсем немного, так что залетай по ссылке в описании, а то не успеешь. Неожиданно для всех, спустя две недели батл пасса, валвы выпустили личность на фантом ассессин, сказать что народ был в шоке, не сказать ничего. И дело не столько в самой личности, сколько в сроках. Мы все ждали ее где-то через месяц, там полтора, а тут всего две недели прошло. Такой скорости, наверное, никто не ожидал, и это, конечно, радует. Ну, а если вспомнить, что валвы переработали систему получаемых уровней БП за задание, то складывается ощущение, будто бы они даже слышат наше мнение и стараются исправить основные проблемы. Ладно, в любом случае мы здесь собрались изучать новую персону на фантомку, а не валвов, так что усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Начнем, наверное, с краткого представления этого персонажа. Кто он такой, какие у него цели и мотивы. Итак, зовут его Асан. Постарайтесь запомнить его имя, так как я его буду называть именно так. В общем, существует во вселенной Доты такой орден под названием Сестры Вуали. Именно в нем состояла Мортред, кстати говоря. Орден занимался, по сути, заказными убийствами. Некий пророк ордена изрекал имя будущей жертвы, а задача сестер была найти ее и уничтожить. Это могли быть какие-то там богатейшие короли, так и совершенно обычные крестьяне. Никакой логики и последовательности в этих убийствах нет. Истинную цель знает только сам пророк. Ну и сестры как бы вопросов тоже не задают. Им дали имя, они нашли и убили. Ну и однажды пророк изрек именно вырожденного Асана, но ни одна из сестер ордена не смогла подобраться к нему. Дело в том, что его под свое крыло взяли другие сестры Вуали, которые были изгнаны из основного ордена. Всю свою жизнь Асан прожил в изоляции, тренируясь и обучаясь всем приемам фантомных убийц. Ну и когда последняя наставница палатру к ордену, Асан решил, что пора ему выйти в свет и выполнить свое предназначение. Уничтожить пророка. Собственно, именно этот момент мы видим во вступительной сцене новой персоны. Он пришел в храм ордена для того, чтобы наконец-то свершить предначертанное. В общем, как по мне, лор достаточно интересный. Тут вам сразу и происхождение героя, и его мотивация, и конечная цель. Короче, персонаж получился живой в этом плане, даже без разбора реплик. И мы их, кстати, разберем, но в следующем ролике, потому что 900 новых реплик это прям до хрена. Так что тыкайте колокольчик, чтобы не пропустить. Теперь же давайте рассмотрим подробнее вступительную сцену. Там есть несколько интересных деталей. Во-первых, сестры Вуали, которые встречают Асана, представляют из себя одну и ту же модельку фантомки, просто в разных сетах. Чтобы не ломать вам глаза, я просто отдельно открою их модельки и покажу. Вот, например, дефолтная фантомка без сета, которую просто бесцветили и сделали прозрачный. Вот вторая, на ней сет Dark Race. А вот третья, на ней вот этот вот сетик. Короче, думаю, вы поняли, всех перечислять их не буду. Главное, что в самом центре стоит фантомка в сете от команды Альянс. Да, тот самый, который с косой еще. А прям совсем вдалеке, в проходе, стоит фантомка в аркане с двумя клинками. И если мы знаем, что все эти фантомки это просто другие сестры Вуали, то вот это вот, вероятно, уже сама Мортред. Это можно понять потому, как Валвер расположили ее в этой сцене. Она стоит выше всех, словно финальный босс. Ну и еще одну интересную деталь можно увидеть в самом начале этой сцены. Когда Асан, или Асан, я знаю какое-то ударение. Короче, когда он выбивает дверь, вместе с ним в зал залетают розовые лепестки. Также их можно заметить и на лестнице позади, и на официальном арте. Что это за лепестки, и как они связаны с этим героем, пока что не особо понятно, но думаю в его репликах мы найдем ответы. Ну а на Эпик Луте мы найдем саму личность на фантомку. Сейчас официально заданать в доту просто невозможно, но здесь ребята нашли выход. Во-первых, здесь есть сундуки с балансом стима, где за сотку тебе может выпасть косарь или больше. А во-вторых, здесь вышел Баттл Пасс Хелпер. Выполняя все 60 квестов и получая главную награду этого БП, ну или ДК Хук. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайно аркану или 40 уровней БП в доте. Только для моих зрителей, этот БП Хелпер по ссылке в описании ты можешь получить абсолютно бесплатно, а не за 300 рублей. Там же ты уже можешь выбить персону на Мартру, а все награды боевого пропуска можно получить на баланс стима. Мало? Лови бесплатный временный режим охоты за сокровищами. Дайди за сокровищ за 4 хп и забери награду и мега сундуки с топовыми шмотками и уровнями БП за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час абсолютно бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек с хп в Трэжер Хантере. Теперь же давайте перенесемся в саму игру. И начнем мы с момента, от которого у очень многих подгорела жопа. Это звук атаки. Если кто вдруг не слышал или забыл, звучит он вот так. Проблем в этом звуке сразу несколько. Во-первых, он был нагло украден у Войт Спирита. Только в отличии от Асана, Войт имеет и другие звуки атаки. И помимо вот этого вот хруста, там есть и совершенно другие. Послушайте. Но у Асана же есть только вот этот вот звук и все. Во-вторых, сам этот звук хреново подходит к его оружию. Просто какой-то нелепый и надоедливый хруст. Валвы, получается, даже не удосужились ему какой-то новый звук сделать. Они тупо взяли один у Войта и все на этом. Логика у них, видимо, была простая. Ну, раз уж у них оружие одинаковое, то пусть и звук атаки будет таким же. Почему бы и нет. Очень надеюсь, что Валвы это дело исправят, конечно же, потому что на Реддите уже каждая вторая тема об этом. Там, к слову, вообще, ребята, считают, что Валвы уволили своего саунд-дизайнера, а сам звук так и вовсе взят из Майнкрафта. Мол, это звук поедания из Майна просто немного переработанный. Вместо работяги даже вот такой вот ролик сделали. Ну, хз, если честно, вроде бы похоже, но не то, что прям вот очень сильно. Пишите в комменты, он это или нет, как считаете. Также многим не понравились его анимации. Особенно анимация передвижения. Это сложно объяснить, но двигается он как будто бы дерганно. В движениях нет плавности, одна анимация резко переходит в другую. Ну и плюс, он как будто бы бегает в 20 фпс, когда игра работает, допустим, в 120 фпс. Я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Примерно такая же ситуация с анимацией атаки. Они тоже выглядят как-то прям, ну, неестественно и поломано. Особенно, когда у него высокая скорость атаки. Но есть у этой личности и плюсы. Например, у него прикольный эффект шарда. Его кинжалы какое-то время торчат во врагах, а потом отваливаются. Эта фишка есть и без персоны, но там это практически незаметно. Также у Асана, как и у некоторых других героев, есть две стойки. Обычная, когда рядом нет врагов, он держит свой клинок вот так вот на плече пафосно. И боевая, когда поблизости есть враг. Тогда он держит клинок на готове. Также анимация и эффект крита выглядит достаточно круто. Тут прям однозначный лайк. Ну и прикольно, что ему сделали разные анимации фантома страйка. В первую он как будто бы просто прыгает вперед. Вторая выглядит вообще как-то супер сломанно. Он складывает руки перед собой, подергивается и только потом блинкается. Ну и только третья выглядит прям вот отлично. Он просто подпрыгивает и с разворота тпшится. Но больше всего валвы постарались, знаете над чем? Вы в жизни не догадаетесь. Над анимациями смерти Асана. Это прям вот абсурд какой-то, но валвы сделали ему целых 7 анимаций смерти. Зачем их столько? Загадка. Причем, что еще забавно, они сделали ему особый звук падения его оружия после смерти, который еще и меняется вдобавок. Вот послушайте сами. Этот факт звучит особенно бредово, если мы вспомним звук его атаки. И вот эти вот постоянные скоро в батл пассе, где они не могут сделать анимацию на смешке, но могут сделать 7 анимаций смерти. Да что за бред вообще? Правильно расставлены приоритеты, это точно не про Valve. Также у него достаточно понтовая анимация спавна. Он делает какое-то невероятное сальто, а потом достает свой кинжал и еще играется с ним. Так и хочется спросить, выебываешься? Ну и еще одна странная деталь. На иконке его ульты нарисован череп с модельки Праймал Биста, но только без рожек. Почему был выбран именно он, не особо понятно, но скорее всего дело в цензуре, чтобы не перерисовывать эту иконку отдельно для Китая. Напомню, что дефолтная иконка ульты Фантомки во всем мире выглядит вот так вот, а в Китае вот так. Ладно, с анимациями разобрались, теперь давайте пройдемся по самой модельке. Для начала хочу отметить, что Valve в каком-то смысле даже молодцы. Судя по всему, они сначала сделали модель Асана, а потом нарисовали по ней арт для батл пасса. Именно вот в таком порядке, потому что в игре он выглядит точно так же, как и на рисунке, вот прям точная копия. Видимо, они научились на ошибках 2020 года, когда нам показали сначала шикарнейший арт плюшевого Пуджа и Вэй, а в итоге мы получили это и вот это. Сейчас мы все, конечно, уже привыкли, но тогда жопа горела у всех, потому что на артах герои выглядели в тысячу раз лучше. Пудж на рисунке реально плюшевый и пушистый, такой приятный, а Вэй очень красивая и женственная, чего не скажешь о ее игровой версии. Короче, Valve в этот раз сделали все правильно, им, конечно, за это респект. Ну и полигоны, конечно же, да, я знаю, что это ваша любимая часть, поэтому начнем. Базовая моделька Асана без шмоток имеет 13500 полигонов. Это в пять с половиной раз больше, чем у Марфа. А вот в одежде он имеет 52300 полигонов. Это безумно много на самом деле. Каждый элемент его одежды более проработан, чем морфлинг. Даже клинок, один только клинок, имеет 3500 полигонов, когда у Марфа всего 2474. Про остальные части брони я вообще молчу, там жесть полная. Итого Асан имеет полигонов как 21 морфлинг, ну или как две Вэй. Хотя она тоже весьма графонистая, но в ней всего 26000 полигонов. Хотел бы я сказать, что Асан самый графонистый высокополигональный герой, но нет. Рекорд Марса все еще не побит. У нее все еще 6360 полигонов. Хотя так, конечно, не скажешь, если сравнивать их лоп-лоп. Следующий интересный факт – это актер озвучки. Асана озвучил человек по имени Дэн Донахьюм. Этот парень в основном известен по эпизодическим ролям в сериалах и озвучке игр. К примеру, вы могли видеть его в сериале «Агенты щит». Там он сыграл некого Фредерика. Также он играл в сериале под названием «Проклятие» и «Ради всего человечества». В играх вы тоже могли слышать его голос. Например, в Call of Duty Cold War он озвучивал им рано Захаева. А в Fallout 4 его голосом говорит «Верховный исповедник Тект». И по большей части это все, друзья. Если честно, актер далеко не самый популярный. И почему Valve выбрали именно его – та еще загадка. К слову, вы мне часто пишите, где я беру всякие мультики и ролики по Доте для своих видосов, которые я использую. Собственно, ответ на этот вопрос вы можете увидеть в моем последнем ролике по подсказке сверху. Мы там выбираем лучшую анимацию по Доте. Ну и смотрим мультики. Короче, интересный видос, посмотрите. Ну а если вам нравится подобный разбор личности и Аркан, то обязательно еще зацените разбор Аркана на Вайда. Он тоже уже на канале. Ну и, конечно же, участвуйте в моем розыгрыше пяти батл пассов по ссылочке в описании. А еще колокольчик не забудь тыкнуть, чтобы не пропустить ролик с разбором реплик. Ну и не забывайте, конечно же, писать, как вам вообще эта персона, что скажете по ней. Мне всегда интересно почитать ваше мнение. Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok